что ж вы переехали или только собираетесь переехать словаки что дальше стоит ли оставаться здесь навсегда до конца жизни своей семьей или или следует вернуться домой а может переехать куда-то еще что делать дальше здравствуйте незнакомцы из интернета я майя белорусска словакии также студентка 4 курса медицинского факультета университета каменского братья славе в словакии я живу в словакии уже пять лет даже более пяти лет переехав эту страну я готовилась к переезду в неё в неё больше года и переехав я сразу же влюбилась несмотря на все недостатки я сразу же полюбила и братья славу и словакию ну ладно братья слава не такая как вся словакия братья славе я в принципе сразу почувствовал себя как дома смотря на то что масштабы город намного меньше чем масштабы минска я почувствую себя здесь уютно тепло как-то по-человечески и и довольно быстро адаптировалась что ж пожалуйста я буду еще снять отдельное видео о плюсах и минусах жизни словакии дайте пожалуйста знать в комментариях если бы вы хотели узнать об этом это видео о следующем едва я только переехала я конечно же очевидно или нет я полагала но все я останусь здесь до конца жизни вот все классно даже ладно несмотря на какие-то минусы словакия далеко не самая богатая страна в рамках европейского союза даже довольно таки бедно если сравнивать там с той же чехии куда пошли все деньги после развала чехословакии развала распада но в целом ее местоположение в самом центре европы из которого удобно путешествовать просто в любую точку европы и мира оно подкупает я думала ну ну что все я уже настроилась на то чтобы остаться здесь навсегда но все люди русскоязычные которых я встречала переехавшие сюда первые свои год и даже три нет год и два потом потом те люди уехали они твердили о том что им здесь скучно им здесь не нравится развлечений каких-то здесь супер классных нет и в общем и целом многие из них предпочли вернуться в свои родные страны большинстве случаев я говорю именно россии я знаю много людей у которых была возможность остаться здесь кто который обладали знанием словацкого и или немецкого и выбрали отправиться поступать вернуться назад в россию я их не понимала и до сих пор не понимаю именно в желании вернуться ведь зачем тогда переезжать хотя боже кто знает что будет через пару лет когда закончу учебу никто не рассматривал возможность остаться даже большинство людей мигрантов которых я знаю сейчас они рассматривают словакию как перевалочный пункт то есть как какое-то место куда хорошо перебраться для начала чтобы закрепиться в европейском союзе возможно даже получить здесь гражданство или боже отрывалый побыт постоянный вид на жительство после этого они у них планах обязательно был пункт выучить немецкий или какой-то другой язык испанский итальянский и переехать в другую более классную комфортную богатую европейскую страну до такая категория людей всегда существовала и я до недавнего времени почему-то думала что никогда не отнесу себя к ним но спустя пять лет жизни в словакии несмотря на всю мою любовь к ней я все-таки решила начать учить немецкий да я я в своей школе просто школе с шести лет учила только английский язык немецкий язык к сожалению никогда раньше не изучала и вот этой осенью уже с этого октября я начну учить немецкий у меня будет три года к я заканчиваю свой мед на то чтобы освоить этот язык на как можно более как более глубоком высоком уровне близком к носителю хотя бы b2 лучше c1 а c2 реально вообще освоить ну посмотрим я я должна хотя бы попытаться в любом случае никакие знания в жизни не бывают лишними да кроме алгебры и геометрии и физики я решила что я попытаюсь когда закончу университет я попытаюсь найти себе работу работу врача в моем случае в соседней австрии или в германии возможно даже проще будет переехать в германию чем в австрию крайне мере это то что я слышу от всех поскольку в австрии жизнь намного дороже а в германии дешевле соответственно по сравнению с австрией да вот так вот за пять лет жизни где-то на 3 4 год жизни словакии я примкнула к лагерю к лагерю перебежцы видимо теперь я тоже воспринимаю словакию только как перевалочный пункт но ну не знаю для меня это всегда будет будет как вторая родина я даже не уверена и не уверена что у меня получится в итоге переехать в ту же германию или в австрию хотя бы соседнюю вену я вообще в этом не уверена но я попытаюсь и сделаю все что зависит от меня в моем случае требуется просто выучить язык дальше мой диплом словацкий признан во всем мире будет признаваться во всем европейском союзе и если меня возьмут если меня возьмут то меня возьмут но если вдруг у меня этот план не сработает и и найти работу и переехать снова за границу но уже за границу словакии германию или австрию я не смогу я не расстроюсь я на самом деле вообще не расстроюсь я буду точно также рада может и не точно так же но я буду рада остаться в словакии случае чего и до конца жизни потому что здесь действительно она для меня стало уже вторым домом такая вот моя позиция сейчас скором в скором видео скором времени я собираюсь снять видео о том как я начинаю учить любой язык вот в частности через пару недель уже через две недели я начну учить немецкий напишите пожалуйста будет ли вам это интересно то такая моя позиция на данный момент спустя пять лет жизни в словакии напишите пожалуйста какая позиция ваша я помню первый комментарий что мне оставляли по моему под видео про поступление в словакию женщина писала так вот нет не смотрите не верьте типа все плохо уж лучше остаться дома тут все ужасно не переезжайте нет смысла все отвратительно зака почему вы тогда не вернетесь домой если вам тут отвратительно я живу тут 14 лет и все отвратительно вот вы но я будут на я буду продолжать жить здесь а вот вы не совершайте мою ошибку и переезжайте сюда до дома плохо но но тут еще хуже а дома вы хотя бы дома да такая логика ну любое любое мнение имеет право на существование моя позиция пока что такова все я думаю я наболтала достаточно спасибо вам за просмотр смейтесь сияйте исследуйте за мечтой вместе со мной а также смотрите другие видео на моем канале на тему словаки и медицины сегодня моя позиция такова но как все изменится уже через несколько лет подписывайтесь на канал и продолжайте следить за мной чтобы узнать пока пока